Девушки отдыхают Трис, ты говорила этому человеку, что ты чародейка? Конечно, когда она искала работу, то с этого и начала Трис, ты что? Это, конечно, неосторожно, но в Новиграде большая конкуренция Если бы я назвалась обычным крысоловом, никто бы меня не нанял Прежде всего, никто бы не поверил, что такая очаровательная женщина занимается травлей грызунов Ну, хватит разговоров, за работу Трис, ты обговорила с господином Брандоном финансовые условия? Мы договорились на 300 крон Брандон и компания — серьезная фирма У меня самые большие склады зерна в Новиграде Мне не слишком нравится, когда купец прибегает к грубой лесте до окончания работы Это не лесть Я констатирую факты Я тоже Тебе придется заплатить ей вперед Боюсь, это невозможно Тогда сам гоняй своих крыс Теперь понимаю, зачем она тебя взяла Ладно, вот вам 300 новиградских крон В знак моего доверия Надо разложить эти кристаллы по всему складу Везде, где найдешь хоть какие-то следы крыс Я займусь одной половиной комнаты, а ты другой Ищи любые следы крыс Я понимаю следы мантикоры, но следы крыс Я бы тоже предпочла сейчас сидеть в королевском совете Но моего короля убили Ищи щели Выходы Так, мы расставим ладан, а что потом? Я наложу заклятие, и крысы уйдут А можно не рассовывать этот ладан? Что-то мне не хочется искать крысиный помет Не ной Вот, похоже, нужное место Не нравится мне этот тип Брандон? Мне тоже Слишком он жирный Это точно Но не понравилось мне то, что он не стал торговаться Видимо, ему очень важно вытравить крыс Крис, он купец Он живет тем, что торгуется Если бы я обращала внимание на такие вещи, то умерла бы тут с голоду Знаменитый охотник на чудовищ в самом большом городе мира ищет крысиные катышки Я все Тогда готовься к магическим фейерверкам Сейчас я подожгу ладан, и у нас будет много поговорить Да Теперь подождем, пока они вылезут Интересный способ Раньше мне с крысами не везло Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами и в темноте убил одну вилкой Нет, я попал, действительно попал Только вот никто этого не заметил Для них было слишком темно Ха-ха-ха Ну так как тебе мое житье-бытье? Я проделала немалый путь от советницы короля Тимири до Крысолова Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровый и... Смиревшийся? Я знал одного человека, который насмехался надо всем, даже над бедами Здравый подход Думаю, он дожил до глубокой старости Когда в битве он потерял обе ноги, то сказал, что так даже лучше Что они больше не будут болеть Прекрасно понимаю этого человека Я знаю Только он обманывал сам себя А у него был выход? Может быть, ты права Впрочем, правду знает только он Да Правду о себе знаем только мы сами И иногда делимся ею с близкими Даже если она неприятна? Да Кто знает? Может, когда-нибудь? Ну, расскажи, как там Йен? Откуда ты знаешь, что я ее нашел? Ты не ответил на мой вопрос Как дела у Йен? У меня все в порядке? Это хорошо А что именно тебя интересует? Не важно Я уже все поняла Работа сделана Геральт, это... Я знаю, кто этот Рис Мои друзья Попросили, чтобы я их уведомил Если вдруг наткнусь На какую-нибудь чародейку Я не смог им отказать Это ловушка Мне эта история сразу не понравилась Если эти ребята собрались помочь нам с крысами, они опоздали Мы уже сделали работу Не зря ты заплатил заранее Я заплатил заранее, потому что знал, что вернул себе свои деньги Так теперь выглядит жизнь чародеек в Новиграде Вижу, и мне это не нравится И вот что я предлагаю Пускай господа охотники как пришли, так и уходят Они этого не сделают Ладно, поговорили Делайте, что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать Хватит слушать этого сукина сына Вот и я так думаю Убейте их уже Обою Обходи с двух сторон Он его убил Я тебя убью Я тебя убью Я тебя убью Убью Я тебя убью Убью Это соблюдок? Намиум, зная, что не будет мне платить. Меня обманули как дитяне. Если бы не ты, надо найти Брандена. Да. Нет, не убивайте, сударь. Они меня заставили. Если бы я не сказал, они бы спалили мне дом и лавку. Охотники на колдуньей жалости не знают. Пощадите меня, добрый человек. Не уподобляйтесь этим кровопийцам. Заткнись. Надо бы убить тебя. Но польза от твоего трупа будет только чайкам. Поэтому ты заплатишь двойную ставку сейчас же. Хорошо. Вот. Вот вам ваши деньги. А теперь пшёл отсюда. Спасибо, Геральт. Тебе пора менять компанию. Чародеи бывают куда хуже. Ты знаешь, я всё думаю. Кто бы нам помог с Цири? И мне пришла в голову неплохая мысль. В городе живёт одна ана и романтка, Карина Тилли. Говорят, очень сильная. Никогда не верил сновидящим. Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала, в сторону от рыбного рынка. Дом стоит недалеко от моста. Его владелец – богатый банкир Де Ёмкер. Ты не пойдёшь со мной? У меня ещё осталось пара дел. Очередной склад с крышами? В любом случае, ничего приятного. Такие уж времена. Рад был снова тебя увидеть. И я, Геральт. Иди скорей, пока Карина опять где-нибудь не затаилась. А если я захочу тебя найти? Я живу в обрезках. За рыбным рынком. Мне будет очень приятно, если ты ко мне заглянешь. В таком случае, до свидания. Я-то слышу. Только один старый депутат пицц. И только сучен. Слышен я об этом. Иди скорей, пока. Бывайте. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА